Аллилуйя! Замечательный Бог! Аллилуйя! Пожалуйста, присаживайтесь. Я так рада быть здесь сегодня. Я верю в то, что у Бога есть послание для вас. И Он будет сегодня действовать в вашем сердце. И Он будет двигать вас вперед в отношениях с Богом. И сегодня я хотела бы сказать вам послание надежды и вдохновления. Как многие из вас знают, что Бог, Он есть Бог надежды? И я хочу сегодня свидетельствовать вам, что Бог не поменял Своё мнение о вас. Он совсем не изменил Своё мнение в отношении вас. Многие из вас, может быть, сегодня проходят трудные времена. Просто всё очень сложно. Но Бог не поменял Своё мнение. Давайте сегодня согласимся с этим и помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за помазание, которое присутствует здесь. чтобы освобождать и исцелять. Мы благодарим Тебя за живое Слово Божье, которое изменяет нас. Помазание Божье. Чтобы оно наполняло это место. Ветер Божий. Повей сюда сегодня. Мы благодарим Тебя за Твоё доброе послание сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Бог не изменил Своё мнение насчёт вас. Мы проходим трудные времена. Иногда очень сложное время. Иногда наши обстоятельства, они очень сложные. И мы смотрим вокруг и спрашиваем, Бог, ну где ты? Что происходит? Но Его планы и помыслы о вас, они не поменялись. Писание говорит о том, что в тот момент, когда вы были зачаты, когда вы уже были в утробе матери, у Бога был план для вас. Как много из вас верят в это? Вы не пришли, вы не стали мыслью по ходу дела у Бога. У Бога был план для вас с самого начала. Возможно, дьявол пытался кидать камни в вашу сторону и постарался разрушить вашу жизнь. Но Божий план, он не изменился. Только потому, что есть препятствие на дороге. Это не значит то, что ваша конечная цель, она уже не впереди. То есть она все равно остается там. Вам нужно просто найти способ обойти это обстоятельство и оставаться на этом пути, которому Он призвал вас идти. Поэтому я хочу, чтобы вы открыли свое Писание в книге пророка Иеремии. Я верю в то, что у Бога есть слово ободрение. Для нас сегодня. Мы пойдем в книгу пророка Иеремии, 29 главу. Я верю в то, что у Бога есть свое временное слово для нас сегодня. В 10 стихе Здесь говорится следующее. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 7 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерение, какими о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Бог говорит, что Он хочет посетить вас. Как многие из вас ожидают, что Бог сегодня посетит нас? Знаете, когда вы ждете гостей, вы готовитесь к этому. Вы все ставите на свои места. Вы наводите порядок, потому что вы ожидаете гостей. Я верю в то, что в эти выходные я верю в то, что эти дни, это были дни приготовления. Потому что Бог хочет посетить это место и посетить этот город. Поэтому Он дает нам свое слово с обещанием того, что Он посетит нас. В 11 стихе Он говорит, я знаю свои помыслы о тебе. Намерения. И они мирные, они не злые. Чтобы подготовить вас к ожидающему этот конец. Понимаете, мысли Божьи, они не всегда наши мысли. Он говорит, что я знаю свои намерения. И иногда то, что мы ожидаем, это не то, что Бог приготовил для нас. Бог не забыл о нас. Он не откинул вас в сторону. Он не... Вот так. Не дал вам пинка. Он не сказал, забудь о себе, я вообще о тебе не думаю. Ты навсегда в Его разуме, то есть у Него есть планы. Ты находишься на Его ладошке. Вы должны это осознавать сегодня. Одно из переводов этого места говорит о том, что Бог буквально... У Него татуировка на ладони. То есть вы как татуировка. Знаете, что такое татуировка? То есть татуировка это то, что просто как бы прожгли в вашей ладони, и вы не можете это убрать, только если лазерем. Вы как татуировка на Его ладони. Это хорошая новость. Вы должны радоваться этому. Не знаю, как насчет вас, но я очень радуюсь этому. Я очень рада быть татуировкой на ладони Божьей. Я знаю помыслы и намерения. Я знаю мои намерения, и какой будет у этого конечный результат. И в 12-м он говорит, ты должен прийти ко мне. Вы помолитесь ко мне, и придете ко мне. И Бог говорит, я услышу вас. Вы вообще слышите меня? Бог говорит, я услышу вас. Как многие из вас знают, что когда мы молимся, проблема не в том, чтобы заставить Бога ответить нам. Проблема в том, чтобы Его услышали. Если я могу заставить себя услышать Бога, я знаю, что Он точно ответит. Те молитвы, которые Бог слышит, это те, которые молятся в соответствии с Писанием. Если мы молимся в согласии с Его Словом, я знаю, что Он слышит меня. И потом я получаю то, что я просил от Него. Это, я уверена в этом, потому что это Слово Божие. Я не пытаюсь Бога заставить ответить мне. Я просто должен услышать Его. Аллилуйя! Это поможет нам в нашей молитвенной жизни. Взышите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Если будете искать Его, вы меня найдете, Он говорит. Когда будете искать меня, это всего лишь маленькая часть вашего сердца. Разве в Библии говорится, что маленькая часть сердца? Ваша Библия так не говорит? Значит, у вас правильная Библия. Писание говорит, вы должны искать Меня, и вы найдете Меня, когда вы ищете Меня всем вашим сердцем. Кто-то говорит, а что значит все? Все значит все, то есть всем сердцем. Поэтому я вам еще раз повторяю, все это и есть все. Он говорит, вы найдете Меня, если будете искать всем своим сердцем, и в четвертом стихе говорится, и буду я найден вами. Это хорошая новость. И возвращу вас из плена. Аллилуйя! Бог вернет вас из плена. Бог не забыл о вас и не изменил своих мыслей и намерений. Давайте посмотрим теперь в 33 главу и посмотрим на третий стих. И снова это Бог говорит нам. Он говорит, воззови ко Мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты никогда не знал и не знаешь. Это обещание Божье, что если мы будем призывать Его, Он будет отвечать. И потом Он начнет показывать нам вещи. И когда мы будем взывать к Богу от имени нашей нации, Он будет отвечать. И Он будет показывать нам церковь и в церкви те вещи, которых мы даже не знали. Это говорит о том, что у церкви будут ответы для нашей нации. Ответы на проблемы нашей нации они в церкви. Если церковь будет оставаться церковью Божьей, если церковь будет подниматься и займет свое место в этой нации, вы можете иметь и повлиять на ход событий, на ваше правительство. Вы можете повлиять на вашу экономическую ситуацию. Кто-то скажите, пусть церковь остается церковью и будет церковью. Пускай церковь будет церковью. Господь ищет церковь, которая в последнее время поднимется и займет свое законное место. Слишком долго церкви находились где-то позади. И в последнее время Бог хочет поднять и привести свою церковь вперед, чтобы она стала впереди. И она ходит, Бог хочет поставить церковь впереди всех и показать ей то, что она может, всю силу. Он говорит, призовите меня. Воззовите меня, и я покажу тебе великое и недоступное. Как многие из вас ожидают увидеть великие вещи? Я ожидаю увидеть великое и недоступное. Исайя, 55 глава. Десятый и одиннадцатый стих. Как дождь и снег снисходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих. Оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, и оно исполнит Слово Божье, оно будет действовать для того, для чего оно было послано. И Слово Божье будет действовать в вашей жизни. И оно будет действовать именно таким образом, каким Бог предназначил. Слово Божье будет действовать в церкви. И оно будет делать то, что Бог предусмотрел это делать, и никакой дьявол не сможет это остановить. Аллилуйя! Аллилуйя! Если вы готовы схватиться за Бога, тогда все, что у вас есть, если вы взяли это обетование, пришли к Богу и сказали, Господь, Ты обещал мне это, это и это. Господь, Ты говорил моему сердцу о нашей церкви. Бог, Ты проговорил моему сердцу в отношении моей семьи. И это слово, оно никогда не вернется к тебе тщетным. Твоё слово должно произвести измену, перемену моих отношений в моей церкви, в семье. Бог, Ты проговорил ко мне о нашем городе. Ты проговорил ко мне в отношении нашей нации. И Твоё слово, оно не вернется к тебе тщетным. Поэтому каждое слово, которое Бог сказал о Латвии, оно должно воплотиться в жизнь. Оно должно реализоваться. Его слово не вернется к Нему тщетным. Оно осуществится. Господь хочет восстановить надежду в этой нации. The word of God says in the book of Job that you shall decree a thing and it shall be established. You shall decree a thing and it'll be established. It'll be done. It says, and then the light shall shine upon your ways. и потом свет будет сиять на твоем пути. You shall decree a thing. Oh, come on now. You shall decree, you shall declare a thing and it shall be established. И они должны основаться и исполниться. У вас есть власть. You have in your belly. You have in your mouth the ability to change the economy in this nation. и способность изменить ситуацию в этой нации. What are you waiting for? Чего вы ждете? What are you waiting for? Чего вы ждете? You cannot sit back and let things happen. And let things happen. И вещи как будто бы сами все произойдет как надо. Церковь должна подняться and make things happen. И заставить вещи происходить. You shall decree a thing and it shall be established and it shall be established and then the light shall shine upon your way. и тогда свет будет сиять на вашем пути. How many of you have seen enough darkness? Как многие из вас видели достаточно тьмы в своей жизни? Слишком много темноты. There's enough darkness. Достаточно. Хватит. I decree and I declare by the Spirit of the living God that the light of God is going to begin to shine forth in this place. О том, что свет Божий будет сиять в этом месте. I decree and I declare by the Spirit of the living God that every strong man in this region will be pulled down. I decree and I declare by the Spirit of the living God that the strong man that's holding the blessings of Riga must come down in the name of Jesus. Somebody shout Аллилуйя! It has to come down. The church has to rise up and be the church. And the church has to rise up and be the church. No longer will the strong man hold the blessings of this nation. Никакая больше, никакой человек и никакое проклятие не будут держивать нас. I command the light of God to begin to shine in the dark places. Я повелеваю свету Божьему, чтобы он начал сиять в этом месте. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Some of you have been discouraged by situations and circumstances. Я знаю, что многие из вас были огорчены ситуациями и осложнениями всякими. You feel like there's not much to look forward to. И вам кажется, что больше не на что смотреть, не к чему стремиться. I don't know, perhaps you've gotten a negative report from the doctor, perhaps you've lost your job. Возможно, я не знаю, вы получили какую-то негативную новость от врача или у вас проблемы на работе. Возможно, разрушен ваш брак. Возможно, дети сводят вас к ума. Но я хочу, чтобы вы помните о том, что сегодня есть надежда в Иисусе Христе. И для многих вас все, что происходит, со всеми что-то происходит, ведь так? Но я хочу, чтобы вы помните, есть надежда в Иисусе Христе. Бог не забыл о вас и Он вас не бросил. Когда вам кажется, что нету надежды, когда вам кажется, нету выхода, и когда дьявол пытается разрушить вашу жизнь, вы должны помнить о том, что Иисус пришел, чтобы поднять вас. Аллилуйя! Иисус пришел для того, чтобы возвысить вас. И есть надежда в Нем. Несмотря на то, с чем вы сегодня сталкиваетесь, есть надежда в Иисусе. И Он проведет вас через это. в книге Римлянам в пятой главе говорит, что надежда в Иисусе, она нас не разочарует, потому что мы знаем, что Бог любит нас. Может быть, все остальные могут нас огорчить и разочаровать. Наши мужья могут разочаровать нас, наши жены могут разочаровать нас. Если у вас есть дети, в какой-то момент они, возможно, вас разочаруют. Позвольте им достигнуть подросткового возраста, и они вас разочаруют. Но Слово Божье говорит, что надежда, которую мы имеем в Иисусе Христе никогда не разочарует нас. Аллилуйя! Надежда в Иисусе никогда не разочарует нас. Я хочу дать вам какую-то информацию, что когда вы находитесь в безнадежной ситуации, вы могли бы ими воспользоваться. Давайте откроем Псалмы. Аллилуйя! Кто-то получает благословение сегодня? Это помогает вам? Бог не изменил своих намерений. У Него очень конкретный план для вас. И Он хочет, чтобы вы двигались вперед. Аллилуйя! Псалмы 27, вверх 1. 26-й Псалом. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Первое, что вы должны сделать, когда безнадежность пытается войти в вашу жизнь, вы должны исповедовать то, кем Бог является для вас в жизни. Возвысьте свой голос и начните исповедовать, кто есть Бог. что Господь, Он мой свет. И Он мое спасение. Я не буду бояться. Что человек может сделать мне? Когда вы знаете, что вы дитё Божье, вы можете посмотреть дьяволу в лицо и сказать, дьявол, попробуй выстрели. Когда вы знаете, кем вы являетесь в Иисусе Христе, можете встать перед дьяволом и дьявол, хочешь часть меня? Говорит, ну давай, попробуй. Можете с Ним так говорить, потому что Он уже поражён, потому что вы дети царя. Поэтому, когда безнадежность пытается прийти в вашу жизнь, начните возвысить свой голос, начните исповедовать, кто есть Бог и кем вы являетесь в Нём. Не позвольте дьяволу заглушить вас. Слышите меня? Не позвольте дьяволу остановить вас и закрыть вам рот. Держите оружие на готове. О, не, вам надо этого уловить. Держите своё оружие готовым, чтобы вы могли в любой момент его вытащить, потому что Он поражён. Но многие из нас почему-то держим своё оружие где-то с крыльевого и прячем. Мы не можем найти наше оружие. Поэтому, когда безнадёжность приходит, мы бегаем по дому и пытаемся найти своё оружие. А когда моё оружие рядом и приходит безнадёжность, не можешь к этому прикоснуться. Он не может к вам прикоснуться. У него проблемы. Аллилуйя. Поэтому возвысьте свой голос и начните провозглашать то, кем Бог является в вашей жизни. Напомните Богу о вашем завете с Ним. Напомните Богу. Если вы потеряли вашу работу, не пытайтесь там... Не волнуйтесь. Не пытайтесь прижать за это. Если Бог дал вам одну работу, Он даст вам другую. И знаете, почему Он даст вам работу? Потому что Писание говорит, что Он никогда не видел праведника с протянутой рукой. Если я дитё, чей ребёнок в царстве, я не буду попрошайничать. Это надежда сегодня. Если я потеряю свою работу, я не пойду домой и не буду плакать. Потому что я знаю, у Бога есть другая работа для меня. Никогда не видел забытого праведника, о котором забыли, или который сидит с протянутой рукой и попрошайничает. Я праведный человек во Христе Иисусе. Библия говорит мне, что Бог использует, что Он владеет тем серебром, что Ему принадлежит всё золото. Слушайте, слушайте. Если Богу принадлежит всякое... Как будут животные? Стадо, всякие, все звери, все животные, всё. Если Ему принадлежат они, и я Его, у меня есть стейк. У меня готова... Отбивная готова на столе. Вы не слышали меня. Подумайте об этом. Ему принадлежат все животные. Если я Его, у меня готов стейк. Если Ему принадлежит всё золото, и всё серебро, у меня есть лад. Я не пойду попрошайничать, потому что у моего Отца Небесного есть всё. И я ребёнок царя. Вы слышите меня? Вы дети царя. И просто из-за этого. Просто потому, что я Его дитё. Я получаю всё, что принадлежит царю. Меня вообще не беспокоит даже то, что если экономика никогда больше не произведёт ничего. Уловите этот момент. Вам нужно уловить этот момент. Даже если в экономике никогда ничего не появится, не произведётся. Просто потому, что я дитё Божие, у меня всегда будет что-то. Знаете почему? Потому что моё гражданство не принадлежит на этой земле. Пописание говорит то, что мы посланники Божьи. Сколько здесь посланников Божьих? Если вы посол и ваше гражданство оно на небесах, когда вы являетесь посланником другой нации, когда вы находитесь в другой стране, это не та страна, которая будет вас снабжать. Ваши нужды покрывает та страна, та страна, чьим гражданином вы являетесь? Если я посланник небес, я посещаю планету Земля. Я не завишу этой земли для того, чтобы она восполнила мои нужды. Потому что та страна, чьим гражданином я являюсь, будет покрывать мои нужды. Я посол Иисуса Христа. Кто-то из вас до вас дойдет на следующей неделе. Это ничего. Вы даже не понимаете. Вы должны понять это. Хорошо. Видите, если я являюсь послом Латвии, но я из Америки, Америка будет оплачивать и покрывать мои нужды. Поймите. Все небеса будут восполнять каждую вашу нужду. Все небеса они обязаны покрыть ваши нужды. Поэтому никогда никто не видел праведника с протянутой рукой. И вторая вещь, которую вы должны знать, когда вы встретили безнадежную ситуацию, вы должны помнить о том, что Бог должен сидеть на троне вашего сердца. Во-первых, пускай Бог будет на троне вашего сердца, и чтобы в вашем разуме и в вашей жизни и тогда все это будет в этом порядок. люди, которые потеряли первую любовь к Иисусу Христу. Они безнадежные люди. У них нет надежды в жизни. Но когда первая любовь направлена на то, чтобы искать Его, тогда вы не можете подвергаться таким... Вас просто не сразит такие ситуации. В 26-м Псалме посмотрите на стих 5-6 стих. Ибо Он... Тут написано так. Ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда... Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы его скинею жертвы словословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. радуйтесь. Третья вещь, которую вы должны делать, это начать радоваться. Когда дьявол пытается украсть вашу надежду, вам надо начать радоваться. Вы должны просто исповедовать, благодарить Господа, потому что все, что Он сказал насчет вас, это правда. Все, что Он сказал в ваш адрес, оно все исполнится. Это то, что делает дьявол. Он придет к вам. Бог много чего тебе сказал уже какое-то время назад. И до сих пор ничего не произошло. Ну и где же твой Бог? Ты уже 20 лет ждешь, чтобы это исполнилось. Где же твой Бог? Это то, что Он говорит, это то, что Он делает. Просто вы должны начать радоваться. О том, что всякое слово, которое Господь проговорил вам, оно исполнится. Я не буду сидеть и сокрушаться. Я встану и просто начну радоваться. Потому что все, что сказал Бог о вас, это правда. Посмотрите дьяволу в лицо и скажите ему, что он лжец. Он отец лжи и Он не может говорить вам правды. Поэтому начните говорить ему, скажите, это ничего, не важно, как много времени это займет. Бог сказал, что Он будет улучшать и исполнять все, что Он сказал в отношении меня. Он завершит каждое дело, начатое во мне. И это все исполнится. Давид сказал, что я бы я бы уже сдался давно, если бы я не видел, как благ Господь в своей земле. Я здесь для того, чтобы ободрить вас. Не останавливайтесь. Не сдавайтесь. Потому что ваше благословение, оно уже у двери и хочет войти в вашу жизнь. Не сдавайтесь. Благословение, оно стоит вот так вот в двери. Оно уже ногу поставило в двери, и оно уже сейчас войдет. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Начните радоваться перед Его лицом. Бог говорит, что среди вас есть люди, которые очень много плакали, и Он слышал ваш вопиен. И что было очень много вещей в вашей жизни, которые пытались остановить и блокировать всякое благословение. Бог говорит, подожди. Держись. Оно скоро придет через эту дверь. О, Аллилуйя! Оно скоро войдет в эту дверь. Благословение идет. Не убегай, Он говорит. Не убегай. Многие из вас, они бежали и убегали, потому что что-то стало сложно в жизни. И вы взяли и отошли от плана Божьего в своей жизни. Неправильный ответ. Многие из вас сидят здесь сегодня и думают о том, что вы готовы упаковать ваши вещи и переехать в другое место, потому что стало трудно. Может быть, вы найдете лучшую работу. Возможно, вы найдете больше денег, но вы не найдете мира Божьего. Господь говорит, оставайся на своем месте. Никуда не двигайся. Он сказал, если ты просто останешься на этом месте, просто держись, тогда ты увидишь, как Бог начнет двигаться в твоей жизни самым непредсказуемым образом. Я жду, когда небеса начнут открываться над твоей жизнью. Вы слышите меня? И небеса, они откроются над вами. У нас здесь два верующих вообще сидит. Вы должны уловить это слово. Вы должны понять это слово. Я провозглашаю словом пророчества о том, что над этим местом открыты небеса. Открыты небеса над этим домом. Аллилуйя, небеса открыты, очень широко открыты. Господь говорит, что небеса до этого были закрыты. Но Он услышал ваши молитвы и услышал ваши исповедания. И вы бомбардировали небесные врата с вашими молитвами и вашими исповеданиями. И Он говорит, что небеса не начинают открываться. они начинают раскалываться и раскрываться. И скоро польет дождь. Дождь Святого Духа. Дождь Святого Духа. Дух Святой зальется на вас. Ма, ма, ма. И Он говорит, что многие из вас здесь не верят потому что так долго уже было так трудно. Я знаю о том, что есть некоторые из вас, которые неверующие, верующие. Потому что вы проходили трудности так долго, что вы уже не верите. Но Дух Бога говорит, если ты возьмешь Мое Слово и откроешь свое сердце и начнешь верить, вы пойдете и на следующей неделе найдете работу там, где даже не было свободных мест. Но благословение Божье, оно будет сливаться на вас и появится свидетельство. И люди будут спрашивать, как же ты получил эту работу? Как же вышло так, что ты не потерял свой дом? И вы начнете свидетельствовать о том, что над вами есть открытые небеса. Открытые небеса надо мной. Аллилуйя. Аллилуйя. Это не время все бросать. Время бежать с тем видением, которое Бог подарил вам. И всякие обстоятельства Бог уберет с вашего пути, если вы Ему повинуетесь. Скажите, это время перемен. Это всегда время перемен. Должны встать на свои ноги. Встаньте, поднимитесь на свои ноги. И повернитесь вокруг. Время перемен. Время. Время перемен. Крутитесь. Бог начинает менять что-то в вашей жизни. Он будет менять обстоятельства в вашей жизни. Свет Божий будет светить перед вами. Время перемен. Аллилуйя. Присаживайтесь. Давайте посмотрим на Псалом на 43-й. Видите ли, у дьявола была вечеринка слишком долго. Уже годами он все веселится и веселится и веселится. Но знаете, вечеринка закончилась. Вечеринка закончилась. Его вечеринка закончилась. А наша только начинается. Аллилуйя. Аллилуйя. Его вечеринка закончилась. А наш праздник только начинается. Скажите, время праздновать, время праздновать, веселиться. Аллилуйя. Аллилуйя. Пришло время радоваться и кричать. Псалом 45 Моя Библия говорит 4 и 5 стих Пусть шумят, взымаются воды их Трясутся горы от волнения их Есть река Потоки которой должны возрадовать город Божий Река, она течет через это место Река есть Река Божья Она протекает через это место Это 5 стих Речные потоки веселяют город Божий И говорит о том, что Бог, Он посреди ее И она никуда не сдвинется Бог поможет ей И поможет ей на ранней стадии Сегодня река течет в Церковь Божию Господь и река, она течет в этом месте И Господь сегодня посылает вам приглашение, чтобы вы вошли в эту реку Прежде чем я молилась, перед тем, как прийти сюда Господь дал мне пророческое слово Я его записала И он говорит о том, что пробуждение должно начаться с этого места Многие увидят Увидят то, что я, Господь, посетил это место Это будет не просто посещение Но Он будет здесь жить И многие выйдут из этого места И будут провозглашать Его слово Многие отсюда выйдут из этого места И будут показывать И всем покажут Его дела Бог говорит, я не просто посещу Но Он сделает это местом Своего жилища Значит, что Богу здесь будет удобно Это значит, что Он просто сядет и будет наслаждаться жить в этом месте Скажите, жилище Божье И будут бить источники жизни из этого места Это будет просто взрыв И источники, они просто хлынут И будет сильный поток И никто больше не сможет назвать это место сухим Все будут знать, что это место, где течет река Божья Господь говорит, я буду здесь показывать свой разум, свою славу Я орошу сухое место Я дам надежду тем, кто ее потерял Я восстановлю мечты и желания Разве не должен я говорить доброе слово и делать что-то Я не человек, чтобы врать И не сын человеческий, что я должен жалеть о своем слове или каяться Он говорит, всякое слово, которое вышло из моих уст Оно совершит все, что я сказал Аллилуйя Бог поднимет очень многих женщин Божьих Он вас Он как бы сотрет вас Труль и натрет вас Вы будете сиять Почистит вас И когда вы уже начнете сиять Он поднимет вас, как трофею И покажет всем Он будет показывать этой земле вас, как трофею И многие будут смотреть на вас И они будут задаваться вопросом, как же это произошло И вы скажете им А я живу в реке Божьей Я нахожусь в этом потоке Река Божья, она течет через меня Вы начнете их приглашать Приглашать также войти в эту реку Приглашайте их вместе с вами Пойдите и искупайтесь в этой реке О, река будет течет в этом месте Это очень сильный поток Бог говорит, не выбрасывай свои надежды и свои мечты Многие из вас находятся в точке безнадежной, когда вам уже кажется, что все Бог говорит, не выкидывай никакую надежду и никакую мечту Всякое слово, которое он сказал Оно исполнится Он его исполнит Аллилуйя В книге-притче 6 главе Говорится о том, что если враг будет найден Вам надо это услышать сегодня Если нашли врага Он должен воздать вам в семь крат Кто-то из вас скажите, поймай врага Поймай вора Если врага поймали Он должен в семь раз восстановить Я провозглашаю и говорю сегодня Словом Божьим Я провозглашаю о том, что Семикратное возмездие идет в это место Семь раз он воздаст то, что он украл Семь раз будет увеличено Семикратное увеличение Еще раз, если вора поймали Он должен воздать в семь крат Все, что он украл от вас Ваше здоровье Семью Работу Ваши финансы Семь крат должен вернуть Семь крат Ваши мечты Ваши видения В семь крат вернет Семикратное возмездие Пусть сегодня И зальется в это место Встаньте на свои Поднимитесь Семикратное воздаяние Идет сегодня в этот дом Пастор, мне тут говорили Что вы работали очень много Вы работали и работали И работали И если пастор говорит Когда же Бог победит Иногда вам кажется Что чем больше вы работали Тем больше у вас жизни украли И возможно вы задаетесь Сегодня вопросом Бог в чем дело Когда же придет мое время Когда оно придет И Бог говорит Сын мой Скоро ты увидишь перемены Потому что ты был верен В своем призвании Он говорит Бог говорит сегодня Что он закроет рот врагам Все, кто сказали Что-либо против вас Пастор, он говорит Что Бог закроет им рот Он закроет им рот Он говорит Потому что ты избрал Не бороться за себя Ты мог защищаться И у тебя было Всякое право защищаться Но вы сказали Что я позволю Богу Разобраться с этим Господь говорит Я разберусь с этим И он разберется С этими вещами От вашего имени За вас И им это не понравится Аллилуйя Помазание семикратное Семикратное Повозание Семь крат Небеса открыты Над этим местом Знаете, есть Что-то особенное Когда вы усердствуете Вы знаете в вашем сердце Что есть план Божий Вы знаете, что Бог Проговорил вам Вы знаете то, что Он вам сказал И вам кажется Что вот все Ад Он уже тянется к вам Но Бог говорит Что рука врага Которая Которая шла И опускалась Над этим домом Он сказал Нет, больше Больше этого не будет Не будет больше Господь говорит Я остановлю руку врага И вы думаете Почему То есть Столько людей Покинуло это место Ну, вы знаете Они просто покинули Пришли трудные времена И они просто вышли А Бог говорит Они никогда не были с вами Начать с того Что они не были с вами Изначально Поэтому позвольте им идти Позвольте им идти Пускай идут Благословите их И позвольте им уйти Он говорит Я приведу мужчин и женщин Божих вам Которые будут вам верны И которые будут стоять рядом с вами Которые будут вас поддерживать Будут верить в вас Он приведет мужчин и женщин Божий Которые прикроют ваш тыл Те, которые ушли Они улыбнулись вам в лицо А потом повернулись в спину И сказали что-то еще Он сказал Иуды, предатели Они были предателями А он говорит Я принесу тебе новый род Я приношу новую породу Даже можно сказать Людей Те, которые поймают ваше видение Которые замкнут руки с вами И побегут Поэтому не волнуйся Не волнуйся о тех, кто покинул вас Не волнуйся о тех, кто ушли Они изначально не были с вами Но те, которые ушли Те, которые ушли Это был их последний Как говорится Смеется тот, кто последний смеется Господь будет смеяться последним Идут новые люди Новые люди Поэтому не волнуйся, мой сын Я слышал твой вопль Я видел твои слезы ночью Я видел трудные времена И я восстановлю это Я восстановлю Я восстановлю И я поставлю тебя в то место Я поставлю тебя на такое место Где никто никогда больше к тебе не прикоснется Никой человек больше не сможет прикоснуться к тебе Я утру твои слезы Я видел твои слезы Я утру Я вознесу тебя На такой уровень Где никакой человек больше не сможет прикоснуться к тебе Ты смирен передо мной И оставайся смиренным Потому что я видел твое сердце И видел твою верность Я подниму тебя на новый уровень О, Боже мой Я подниму тебя на новый уровень И ты будешь наполнен Духом Святым Тебе кажется, что на тебе уже есть помазание Но на самом деле ты еще его даже не видел Я увеличу вдвою это помазание И не залью его на тебя Я пошлю тебя к нациям Поэтому не волнуйся, откуда придут финансы Потому что я позабочусь об этом Моя рука на меня На тебе, на тобой И мое помазание, оно пребывает на тебе И я восстановлю эти вещи И в тот момент, когда их украли И Господь говорит, что ты был с твоей семьей очень долго И теперь время выйти Своя семья, она должна выйти Каждый член твоей семьи Кто восстал когда-либо против тебя Они должны вернуться, члены твоей семьи И склониться к твоим ногам И они скажут, прости нас Они скажут, прости нас И они соединят с тобой руки И вы пойдете в служение еще вперед Настолько вперед, что ты раньше не видел никогда Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, Отец Семикратное помазание в этом доме Если врага поймали Он должен воздать семь крат Я знаю, что Он украл у вас что-то В индивидуальном порядке И так же, как у тела Христова Я хочу, чтобы вы сегодня протянули свои руки к небесам И начали принимать то, что Тянитесь к тому, что Он украл у вас И верните это обратно к себе Притяните эти финансы обратно Притяните их к себе Тяните на себя Во имя Иисуса Христа Финансы, которые Он украл Господь хочет восстановить семьи Хочет восстановить отношения В этом здании есть помазание Помазание на восстановление И Он хочет восстановить ваше здоровье Дьявол больше не будет Идти против вашего здоровья Он игрался с вашим здоровьем слишком долго Я провозглашаю Духом Живого Бога Эта церковь придет помощь Никто больше не будет играться с всякими болезнями Здесь не будет места раку Раку нету здесь больше места Болезни и всякие Силой живого Бога Принимаем Его обратно здоровье В семикратном помазании Семикрат воздаст Аллилуйя Слава Божья, она в этом месте Слава Божья, она не сходит в это место Слава Божья опускается в это место Отец, мы благодарим Тебя за Твою славу Благодарим Тебя за Твою славу Аллилуйя Господь, пускай Твоя слава наполняет это место Позволь своей славе наполнить это место Пускай Твоя слава опускается Пускай опускается сюда Мудрость Божья, она придет в этот дом Приходит сюда таким образом, каким раньше никогда не приходило У пастыря, у него будут ответы Люди будут приходить к вам с вопросами Они не будут знать, что делать Но ответы от Бога, они будут в этом месте Мудрость Божья Слава Божья Аллилуйя Это время радоваться Это время радоваться Давайте веселиться Пускай слава Божья наполняет это место Пускай слава снисходит О, дьявол, убирайте Пускай слава приходит в это место Аллилуйя Позвольте славе наполнять это место Пускай она снисходит на вас Господь говорит, это место, оно недостаточно большое И не слишком хорошее Я не знаю, по-моему, придется новое здание приобрести Оно недостаточно большое Оно недостаточно большое Господь говорит, начните искать его сейчас Просто скажите, Господь, покажи, как Но это место, оно недостаточно большое Сколько у вас служений в воскресенье? Сколько в воскресенье у вас? Одно утреннее служение. Скоро вы перейдете на два. Вы перейдете на два служения. Начните готовить своих людей. Вам нужно будет перейти на двойное служение, прежде чем вы найдете новое место. Каждое воскресенье. Бог говорит, начни готовить своих лидеров. Вам придется их разделить на команды. Потому что у вас будут два служения. Должно быть два служения. Спасибо, Отец. Аллилуйя, это помещение недостаточно большое. Небольшое. Это придет в свое время. Два служения должны прийти, прежде чем вы переедете в новое здание. Потому что здесь недостаточно места. Аллилуйя, спасибо, Отец. Слава Тебе. Восстановление в этом доме. О, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Здесь есть помазание исцеления. Если вам сегодня нужно физическое исцеление, поднимите вашу руку. Поднимите ваши руки, те, кто нуждаются в физическом исцелении. Поднимите свои руки и дотронитесь до небес. Прикоснитесь к небесу и скажите, Отец, во имя Святым Духом я освобождаю. Освобождаю твой Дух, чтобы он прикоснулся к всякой болезни и к каждому человеку. И пускай произойдут дела Божьи. И пускай сейчас твое исцеление движется в этом месте. Да, вот оно идет. Кто-то сейчас здесь, он будет получать исцеление в своей спине. Боль, она должна уйти. Если у вас только что ушла боль из спины, помашите своей рукой. Если боль в спине ушла, помашите своей рукой. Вижу, вижу вас. У вас есть боль в руке, при плечи. Двигайте своей рукой, почувствуйте, что боль ушла. Где вы? Теперь покажитесь, что боль в руке ушла. Аллилуйя, спасибо, Отец. Спасибо, Папа. У женщины где-то боль в области живота. У вас были судороги, какие-то спазмы. Прикоснитесь, почувствуйте. У вас боль в животе должна уйти. Где вы? Машите своей рукой. Спасибо, Отец. Аллилуйя. У вас есть боль в шее, в задней опыте. Вы не могли двигать свои шеи. Вам было сложно. Подвигайте свои шеи. И поднимите руку, покажите, у кого ушла боль. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Благословенное имя Твое, Иисус. Исцеление. У кого-то проблема с коленем. Была боль в колене. И во время, когда шла волна исцеления, вы почувствовали теплоту. Вам было сложно двигать своим коленом. Но сейчас вы можете ее двигать. Где вы? Покажите. Аллилуйя. Аллилуйя. Закричите, Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Отец. Здесь есть семья. И семьи. И ваши дети. Они ушли от вас. Вы молились о том, чтобы они вернулись. Они ушли. И вы были перед лицом Божьим, плакали за них. Просили о том, чтобы они вернулись. Во имя живого Бога. И Дух Святой, Он приведет их обратно. Он приведет их обратно. Вы получите звонок от них. Они позвонят вам. Они скажут, мама, папа. Я прошу прощения. Я люблю тебя. Примите меня обратно. И что бы это ни было. И не важно, что произошло. Господь пошлет Своё исцеление на эту ситуацию. Он изольет Своё исцеление. И Он сделает так, как будто этого даже никогда не было. Он восстанавливает детей и возвращает их в семью. О, Отец, мы благословляем Тебя. Спасибо, Господь Иисус. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, Господь Иисус. Здесь есть человек, у которого вы слышите какие-то звуки в своем голосе. Или как будто звенит что-то. Как будто что-то звенит. Я хочу, чтобы вы проверили своё ухо, потому что этот звон должен уйти. Где вы? Если у вас ушёл звон в ухе, поднимите руку. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, Господь Иисус. Благословляем имя Твоё. Отец, мы благодарим Тебя за исцеляющую силу, которая течёт в этом доме. Которая течёт в этом доме. Я, возможно, не назвала вас. Но неважно, в каком исцелении вы нуждаетесь. Поднимите свои руки и получите его. Сегодня открыты небеса. Получайте его. Сегодня открыты небеса. Отец, мы благодарим Тебя. И благословляем Тебя. Господь, такое движение восстановления. Ты так двигаешь и восстанавливаешь сегодня. Больше нет закрытых небес. Они открыты. И Господь говорит, что вы будете влиять на перемены в этом городе, так как никогда раньше. Вы будете влиять на эти перемены, так как никогда раньше. Огонь Божий. Огонь Божий. Огонь Божий. Огонь Божий в вашем животе. В вашем чреве. Огонь Божий. Огонь Божий. В вашем чреве. Огонь живого Бога. Огонь Божий. Пускай не зайдет сегодня сюда. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо, Отец. Пускай Твоя слава снисходит. Пускай Твоя слава снисходит. Отец, мы поклоняемся Тебе. Позволь Свой славе спуститься сюда. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Божия. Слава Божия. Аллилуйя. Аллилуйя. Пускай слава Твоя снисходит. Отец, мы принимаем это. Мы принимаем ее. Отец, мы принимаем ее. Пускай Твоя слава снисходит. 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 Аллилуйя. In this place, let it fall, let the glory fall. Let it fall, let the glory fall. Let it fall, let your glory fall. Alleluia, Father, we receive that, sir. Alleluia, Father, we receive that, sir. Славу Божию мы принимаем. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся Тебе. Слава Божия в этом месте. Слава Божия. 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 o, ангелы Божьи ангелы Божьи они сегодня здесь, они освобождены ангелы Божьи продолжайте поклоняться ангелы Божьи они освобождены сегодня здесь они начинают отправлять Они начинают исправлять определенные вещи. Они восстанавливают вас на вашу надежду. Вы освобождаете все из вашей жизни. Освобождаете те места и области, которые были связаны. Они начинают освобождать. Потому что дом этот наполнен ангелами Божьими. Ангел сегодня наполнен... Дом наполнен ангелами. Ангелы Божьи. Ангелы Божьи здесь. Ангелы Божьи. 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 Божьим. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя за Твое прикосновение. Он здесь, Он присутствует. И это присутствие, оно останется в этом доме. Его присутствие здесь. Когда люди будут приходить сюда, они будут автоматически чувствовать это присутствие. Как только они войдут в дверь. Не в эту дверь. Когда они будут входить в входную дверь этого здания, они встретятся с этим присутствием. И прежде чем они войдут во святилище, Господь ответит на их нужды. Это присутствие, оно останется здесь. Спасибо, Отец. Мы благословляем Тебя. Спасибо, Господь Иисус. О, Боже, что можно делать в такой атмосфере присутствия Божьего? Получайте. Получайте. Получайте сегодня. Если кто-то из вас ищет кого-то, кто бы мог возложить на вас руки, но это не то, что Бог хочет сегодня сделать. Все, что вам сегодня нужно от Бога, находитесь на том месте, где вы сейчас есть. И получайте прямо там, где вы находитесь. Пускай это будет между вами и Ним. И потом засвидетельствуйте, что Господь Сам сделал это за меня. Что Сам Бог прикоснулся ко мне. Прикоснулся ко мне. Здесь есть женщина, у которой есть проблемы с сердцем. И я, на самом деле, хочу уже остановиться, но не могу. У вас есть проблемы с сердцем. Положите руку на ваше сердце. Прямо на том месте, где вы есть сейчас. Господь будет исцелять ваше сердце. Вижу. Вижу этих людей. Спасибо, Иисус. Через ваше тело должно проходить тепло. Но, если оно проходит через вас, Господь только что исцелил вас. Если вы здесь, вы помашите рукой, где вы находитесь. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Отец. Спасибо, Господь Иисус. Аллилуйя. Сколько здесь женщин? Как многие из вас здесь хотели иметь ребенка и не имеют его? Здесь есть женщина, которая хочет ребенка. Поймите руку тех, кто хотят забеременеть. Что вы хотите ребенка, вы не можете забеременеть. Положите руку на свое чрево. Господь свершит сегодня, и у вас будет ребенок. Мне не надо, но я протягив руки на вас. Возложите руки на свое чрево. Отец, во имя Иисуса Христа. Я разрушаю этот дух бесплодия. Я разрушаю дух бесплодия там. И я приказываю плоду чрева, я приказываю плоду чрева, чтобы он вошел в вас. Отец, я сейчас говорю к семью мужа. И я повелеваю этому семью, чтобы оно было здоровое и целое. И в тот момент, когда это семя достигнет момента зачатия, я верю, что оно туда придет, и благодарим Тебя за плод чрева. Аллилуйя, это совершено. Когда вы зачнете, придите и скажите своему пастору. Придите к пастору, скажите, пастор, я не могла, но я зачала, и у меня будет ребенок. Расскажите свое свидетельство пасторю. Засвидетельствуйте. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо, Господь Иисус. Пастор, Господь хочет поднять ваших предков на другой уровень. Ваших не предков, а воинов молитвы, те, кто молятся. Молитвенников. Господь говорит, я хочу, чтобы они поднялись на другой уровень. Это очень важно. Молитвенники. Где ваши молитвенники? Поднимите руку. Где молитвенники? Где люди те, которые служат этим? Я не говорю сейчас о тех, кто хочет молиться. Я говорю о тех, кто в служении молитвы, кто молится. Есть для вас послание в Духе, чтобы вы взяли свою молитву и подняли ее на высший уровень. Я не знаю, как много вы сейчас молитесь. Но Бог говорит сегодня, чтобы эти молитвы начали молиться и поститься. И регулярно должны поститься. Не так, что один день поститесь, другой нет. Не пропуская молитву постоянно. Бог очень серьезно к этому подходит. Я слышу, что Он говорит, хотя бы дважды в неделю поститесь. По крайней мере, дважды в неделю. Как только ваши молитвенники начнут поститься дважды в неделю, и их молитва поднимется на высший уровень, у вас произойдет намного перемены, быстрее они начнут происходить. Молитвенники, держите ваши руки вверх. Это послание вам от живого Бога. Это как приказ от Него. Вы должны серьезно к Нему отнестись. Это не пророчество. Это приказ от живого Бога. Вы должны поднять вашу молитву на следующий уровень. И вы увидите. Вы увидите. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Мы так благодарны, что мы можем сегодня быть с вами. Это такая честь. Я сегодня говорила в церкви, возможно, мы не понимаем языки друг друга, но есть один язык, который понимают во всем мире, и это язык любви. И мы благодарим вас так сильно за вашу любовь, за твою любовь, за вашу любовь. Мы почувствовали вашу любовь в тот момент, когда мы приехали сюда. Это такая честь, что вы пригласили нас. Это такая честь. Вы знаете, здесь есть какое-то разделение, и я делаю все со своей стороны, чтобы остановить это. Я вижу разделение в доме, которое Бог хочет соединить и восстановить и исправить в доме. Я так чувствую, что есть какая-то вещь, которая между русскими прихожанами и латвийскими. Латвийскими. Честно? Так есть? Это момент истины и правды. Это момент правды. Если вы нечестны, Бог не может это исправить. В моей церкви у меня есть немцы, у меня есть американцы, у меня есть африканцы, у меня есть цыгане, у меня есть испанцы, пять разных национальностей, пять разных культур. И люди спрашивают, как ты это делаешь? И знаете, какой у меня ответ? Любовь. Это любовь Божья, которая может разрушить культурную и расистскую проблемы. не имеет значения, белый вы, черный, розовый, желтый. В Царстве Божьем язык любви изменит вашу культуру. Передастся вашей культуре до того момента, в такой момент, когда я смогу подойти к тебе и искренне любить тебя. Независимо от того, выглядишь ли ты, как я, или говоришь, ты, как я, или ты думаешь, как я. Господь хочет Его любовь, чтобы она совершенствовалась и улучшалась в этом месте. Я хочу, чтобы мы сделали следующее, прежде чем мы завершим. Но то, что я хочу, чтобы мы сделали. Если вы латыш, я хочу, чтобы вы подошли к тому, к русскому, и чтобы русский подошел к другому латышу. Давайте, давайте двигайтесь. Найдите человека, который не русский, найдите не русского. Кто-то, кто другой национальности. Это то, что я хочу, чтобы вы делали. Слушайте. Слушайте, что они говорят. Мне надо, чтобы вы меня послушали на минутку. Алло. Алло. Я хочу, чтобы вы стояли beside them. У меня все есть кого-то, который разный от нашей национальности? Я хочу, чтобы вы перестали сейчас говорить на минутку. Перестаньте говорить. Я хочу в Духе Божьем дать вам определенные инструкции. Я хочу, чтобы вы взяли этого человека и посмотрели ему в глаза. Сегодня мы будем разрушать этот барьер любовью Божью. Я хочу, чтобы вы посмотрели им в глаза. и хочу, чтобы вы им сказали следующее. Вы готовы? Я хочу, чтобы вы сказали. Посмотрите им в глаза и скажите, «Мне так жаль за то, что я видел тебя иначе». Мне так жаль что я не смотрел на тебя глазами Божьими. Пожалуйста, прости меня за то, что я смотрел на тебя иначе. С этого момента я больше не буду смотреть на тебя, как на чужого человека. Я буду смотреть на тебя глазами Божьими, глазами любви. Никакой барьер больше не будет нас разделять. Я люблю тебя и мы в этом вместе. Аминь. Спасибо, Отец. Барьер, он разрушен. Барьер разрушен. Барьер, он разрушен. Барьер, он разрушен. Барьер, он разрушен. Аплодисменты. 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 славу всем раз пусть вернется огонь твой порвенется сила твоя пусть возвратится победа твоя нас святится имя твое и да приедет царствие твоем мы поклоняемся тебе мы любим тебя наши сердца открыты перед тобой дух святой спасибо тебе за этих служителей спасибо тебе за это исцеляющий утверждающий помазание все будет так как ты сказал и мы получим все что ты нам обещал ты вел нас 20 лет и ты оставил в силе твоей каждое слово каждое пророческое изречение все остается в силе все остается в силе мы станем матерью тысячи церквей мы увидим восстановление скини и давида праздники поклонения окружая мы увидим христианское правительство в латвии мы увидим что латвия станет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве все будет так как ты сказал и мы получим все что ты нам обещал потому что мы тот народ у которого господь есть господь есть бог халилюйё халилюя 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 халилюи Аллилуйя!